Сегодня мы открываем 9-й межрегиональный проект «Живописная Россия». Он инициировал в 2016 году, и вот уже 9 лет каждый год мы его проводим в Москве и разных регионах России. Мы хотим сказать слова благодарности, во-первых, Минкульту и Российскому фонду культуры за грант, предоставленный для реализации этого проекта, а также, конечно, Московского союза художников, который предоставил нам зал здесь на Кузнецком мосту. В выставке участвуют ведущие художники-живописцы сегодняшнего дня. Вообще он показывает такой срез того, что творится сегодня в станковой живописи в российском искусстве. Здесь представлены как художники, работающие в Москве, так и художники из региона. Один из самых замечательных участников нашей выставки – это Виктор Иванович Иванов, которому 2 августа этого года исполнилось 100 лет. Он в здравии и в творческом, и в физическом, и предоставил нам свою замечательную работу, которая проехала по городам, в которых мы показывали выставку. А это Ставрополь, Ижевск, Новосибирск и вот Москва. И сегодня мы представляем эту работу в нашей экспозиции. И очень гордимся, что у нас есть эта работа в нашем проекте. Проект называется «По законам жанра». Каждый год наш проект показывает новую тему. И в этом году тема такая. Мы хотели бы исследовать жанры в изобразительном искусстве. Как же художники сегодня сохраняют традиции или проявляют новаторство в этом направлении. И вот средств такого исследования мы показываем сегодня в этом проекте. Очень вдохновляет, потому что наряду с работами известных мастеров, старых, есть очень интересные и очень профессиональные работы молодых художников. Художники находят, несмотря на трудные условия существования художника в современном мире, находят условия, где и как написать большую картину. Большая картина – это энциклопедия современной жизни. Что было в этот период? Что волновало художников, а значит, волновало и весь народ? Это обязательно выливается в картине, и это очень важно. Здесь мы видим большой коллектив абсолютно разных художников из разных союзов. Все очень здорово. Второй вывод, который можно сделать, конечно, мастерство, ремесло, довольно-таки на очень высоком уровне, на прежнем высоком уровне. То есть живописная школа у нас, слава богу, жива в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова